Добрый день уважаемые зрители и слушатели мы продолжаем наши лекции по истории России сегодня у нас с вами разговор пойдет о том периоде который можно назвать таким знаете затишьем между двумя штормами эпоха 1907-1914 годов между окончившейся первой русской революцией и еще не начавшейся первой мировой войной была пожалуй высшей эпохой взлета российской империи вот тем самым временем которое сегодня любят вспоминать все те кто говорит эх какую же Россию мы потеряли ну и тут конечно безусловно должен раздастся хруст французской булки россия в 1907-1914 годах это период который историки называют третьей июньской монархии почему так 3 июня 1907 года была распущена вторая государственная дума с подачи тогдашнего премьер-министра петра аркадьевича столыпина император издает указ о распуске государственной думы и тут же как только дума распущена он издает новый избирательный закон который в принципе меняет те правила по которым депутаты избираются в государственную думу сделано это было не случайно и императора его премьер-министр столыпин прекрасно понимали что по старому избирательному закону выбирать государственную думу смысла нет два раза по старому избирательному закону выбирали дома получалось очень оппозиционная с такой каши не сваришь поэтому нужен новый закон однако загвоздка заключается в том что согласно основным законам российской империи император не имел права принимать законы касающиеся думы без согласия с думой и в этом смысле события 3 июня 1907 года совершенно справедливо названы третье июньским переворотом в результате у нас в россии сложилась вот эта самая третье июньская монархия то есть система такого государственного управления российской империи которая основывалась на сочетании с одной стороны очень широких полномочий императора а с другой стороны шел постепенно шаг за шагом процесс урезания полномочий думы 3 июньская монархия то в первую очередь время конечно же петра аркадьевича столыпина который известен был не только своею аграрной реформой если сегодня историки пытаются оценить вот этот вот период они говорят что это было время наступления реакции в россии что в общем то совершенно не удивительно поскольку любая революция если она не заканчивается полной или окончательной победой она приводит к реакции сила действия всегда равно силе противодействия революция 1905 1907 годов она не оказалась победной она не решила проблемы окончательно а значит наши консерваторы переходят в наступление и вот это вот наступление консерваторов ярко отразилось в новом избирательном законе по новому избирательному закону 3 июня 1907 года у нас была серьезно ограничена возможность людей участвовать в думских выборах ну во первых большое количество различных не русских народностей на территории российской империи сильно ограничили в возможности участвовать в выборах некоторых просто лишили а наиболее беспокойные польские и кавказские элементы урезали в количестве депутатских мест которые они могли выбирать уменьшилось количество городов в которых проводились относительно прямые выборы депутатов в государственную думу если в первую вторую государственную думу прямые выборы шли в 23 крупнейших городах российской империи то теперь только пять городов это москва санкт-петербург рига киев и если я не ошибаюсь тбилиси вот в этих городах сохранялись прямые выборы во всех остальных случаях выборы очень были ступенчатыми и горожане голосовали вместе с сельскими обитателями которые проживали на территории соответствующей губернии